Здравствуйте, дорогие друзья! На этой неделе мы с вами изучаем недельную главу Балак. И здесь рассказывается про Белама. Белам был великий-великий пророк, который общался с Богом. И настолько, насколько он был великий пророк, настолько он был великий грешник. Он учил людей заниматься развратом и делать великие-великие преступления. Он не хотел заниматься духовным ростом, хотя он знал все про Тору и про Бога. И вот все вот вещи, которые мы с вами изучаем на проекте Воикра, он все это знал про величие Торы, но не хотел заниматься духовным ростом, а наоборот, хотел вот чем больше грязи духовной, тем лучше. Таким был Белам. И вот Тора сравнивает Белама с Авраам Авину и говорит, что Авраам, первый еврей, был полной противоположностью Белама. Почему? В чем это проявляется? Потому что, как мы знаем, Авраам являлся хеседом, качеством милосердия. Он всегда всем помогал. Он просто то, что он делал для других, просто можно книги написать. Это просто такого мы нигде никогда не встречали. Кормил всех бедняков, спасал-спасал людей. Но также Авраам спас садомитян. В городе с дом, как мы знаем, который Всевышний перевернул и уничтожил, в этом городе жили люди, которые говорили и внесли в Конституцию, что тот, кто помогает кому-то, бедному или больному, его нужно убить. Смертная казнь тому, кто делает милосердие другому. Авраам авину был полной противоположностью вот этих садомитян. Но все равно, когда вот людей в доме вначале там их похитили, захватили в плен, Авраам их спасает из плена. И когда Всевышний сообщает ему, что я иду уничтожать дом, Авраам молится и пытается найти возможность их спасти. Всевышний, может там какие-то праведники есть, молится и пытается их спасти. То есть Авраам авину, он спасает людей не то, что бесплатно, а он спасает людей не только бесплатно, вернее, а людей, которые его враги идеологические, которые, от которых ему противно, которые убивают людей за то, что они кому-то помогают. И этот Авраам авину говорит, хорошо, они грешники, хорошо, они мне противны, но я буду пытаться их спасти. Я их спасу из плена, я их попытаюсь спасти молитвой, и он все делает даже для этих жителей из дома, тем более для всех простых и хороших людей. Авраам всех-всех пытается спасти, всем-всем-всем пытается помочь. Но Билам пытается уничтожить целую нацию просто ради денег. Вот это вот нам говорят мудрецы, что будь как Авраам, старайся стремиться идти в ту сторону, как Авраам, помогать всем, даже тех, кого ты не любишь, даже грешников пытайся спасти. И не будь как Билам, который просто так, ради забавы, ради денег, потому что он грешник, потому что он хочет сделать, вот как ему хочется, и не будь как Билам, который за деньги готов уничтожить целую нацию. Вот так вот наши мудрецы сравнивают Авраама и Билама и указывают нам направление движения. И очень-очень интересно задуматься над Биламом, что Билам знал все про Тору, и он мечтал, написано, что он говорит Всевышний, пускай я буду в раю с Авраам, Ицхак и Яаков, пускай мои дети будут как Авраам, Ицхак и Яаков, дай мне потомство как Муше. И он просит вот эти вот великие духовные вещи, я хочу быть с этими великими людьми, я хочу такое великое потомство, но он не был готов ничего сделать ради того, чтобы, то есть такие дети просто так не рождаются у таких вот грешников. Стань великим праведником, и у тебя будет великое потомство. Стань великим праведником, как Авраам, и ты попадешь в рай с Авраамом. Но он не был готов на секундочку начать заниматься духовной работой, а он просто мечтал об этом. И про него сказано, что у него, он был слеп на один глаз. Есть комментаторы, которые объясняют, что он таки да, был слеп на один глаз физически, но есть комментаторы, которые объясняют, что здесь имеется в виду другое, у него было два глаза. А что же имеется в виду слеп? Что Всевышний дал нам два глаза. Как бы, как аллегория такая, одним глазом ты должен понять, какой великий Всевышний, вторым глазом пойми, какой ты ничтожный, и тебе нужно стремиться ко Всевышнему, чтобы стать частью чего-то бесконечного и вечного. И Белам знал про величие Бога, но второй глаз у него был закрыт. Тот глаз, который должен был ему указать, что нужно делать что-то с собой, займись духовной работой, стань праведником, ты же понимаешь, что такое праведники. Этого глаза у него уже не было. И он был слеп. То есть, с одной стороны, он был очень зрячим, он видел про Бога, он с ним общался, но с другой стороны, он был слеп на один глаз. Он не понимал, что нужно заставить себя заниматься духовной работой. И если ты хочешь быть с Авраами Цхака Яков в раю, тогда станем, как Авраами Цхака Яков. Так что, дорогие друзья, желаю нам всем, как нас спросили и нам указали мудрецы, двигаться в сторону Авраама и максимально избегать этого Белама, этой жадности, которая за деньги проклясть, уничтожит народ. И быть слепым, понимать какие-то вещи, но не быть готовым приложить никакое усилие, чтобы эти вещи приобрести и стать частью чего-то великого. Спасибо огромное за внимание. Шаббат шалом!